Древний Египет В освоении нового материала вам помогут опорные слова и понятия, миф, древнеегипетские гимны и поучения, рассказы и сказки, пиктография и иероглифы, папирус. Книга лучше расписного надгробия и прочнее стены. Написанная в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, кто повторяет имена писцов, чтобы на устах была истина. Древнеегипетская литература – одна из самых древних на Земле. Многие ученые считают ее первой литературой в мировой культуре. Появление литературы связывают с верованиями древних египтян. С одной стороны – с верованиями многочисленных мифологических персонажей, с другой – в царствующих особ – фараонов. Эти верования и определили темы, сюжеты и образы древнеегипетской литературы. В египетских мифах бог солнца – ра, отец и правитель мира. Днем, проплывая по небесному Нилу, ра заботливо посылает на Землю свое тепло. А с приходом ночи он отправляется в загробное царство, где борется с наступающим мраком, освещая подземный мир. Всю ночь ра сражается с силами тьмы. В подземном царстве он встречает главного своего врага – змея Апофиса, который пытается проглотить солнце. К утру ра убивает Апофиса, и вместе с этим наступает рассвет. Осирис, старший сын бога земли Геба и богини неба Нут, много лет правит Осирис Египтом. Он учит людей премудростям земледелия, садоводства, виноделия. Но однажды его родной брат бог Сет, божество знойной пустыни, желая занять царский трон, убивает своего соперника. Спасает Осириса его безутешная жена, богиня Исида. После воскрешения бог Осирис становится царем подземного мира и судьей умерших. Как и весь растительный мир, он ежегодно умирает и возрождается. Особый интерес представляет посмертный суд Осириса над умершим. В подземном царстве усопший сообщает Осирису о том, как он жил. Затем на особых весах взвешивается в левой чаше сердца умершего, символизирующая его совесть. В правой – правда. Если сердце перевешивает, значит, умерший вел неправедную жизнь, и его съедала Амат, богиня Истины и Порядка. Амат изображали в виде чудовища с головой крокодила и телом льва. Поставьте на паузу. Рассмотрите рисунок. Найдите на нем названных египетских боков. Ответьте на вопрос. Какие чувства мог вызывать у древних египтян данный сюжет? О том, как египтяне почитали своих богов и фараонов, как учились у них мудрости и силе, нам известно из сохранившихся древнеегипетских гимнов и поучений. Древнеегипетские гимны – это молитвенное песнопение лирического характера. В гимнах люди обращались к богам, они восхваляли божество, слагали мифы о нем, просили о помощи. В свою очередь, древнеегипетские поучения – это назидательные тексты. Например, Птахотеп предписывает читателям поучений быть выдержанными, стремиться к знаниям, а также заводить семьи и быть внимательными к женам. Он предостерегает молодых людей от жадности и стяжательства, пространно рассуждая о том, что жадный человек владеет многими сокровищами в этом мире. Однако после смерти это богатство не будет иметь ценности, даже если стяжатель выстроит в себе огромную роскошную гробницу. В душе, представшей перед судом бога Осириса, никакие сокровища не помогут. Поставьте на паузу, подумайте, насколько мысли Тахотепа близки вам. Популярными жанрами древнеегипетской литературы были рассказы и сказки. В рассказе Синухё повествуется о том, как Синухё, вельможа покойного царя, опасаясь за свое положение при новом фараоне, бежит из Египта к кочевникам Сирии. Здесь он живет много лет, но постоянно тоскует по своему родному Египту. Рассказ заканчивается благополучным возвращением Синухё в Египет. Какое бы высокое положение на чужбине не занимал человек, его родная страна, образ жизни всегда будут для него высшей ценностью. Такова основная идея этого классического произведения египетской художественной литературы. Поставьте на паузу. Ответьте на вопрос. Как вы думаете, чему учит Синухё людей, живущих в XXI веке? Очаровательна сказка о потерпевшем кораблекрушении. Ее герой попадает на необитаемый остров и встречает там старого змея, выказывающего по отношению к нему отеческую заботу. Зарождение древнеегипетской письменности связано с появлением рисуночного письма, пиктографии. Пиктография – вид письма, в котором предметы, события, действия, понятия, их связи передаются с помощью зрительных образов, фигур, схем, упрощенных и обобщенных изображений. Примером является палетка Нормера. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нормера. Палетка исполнена в виде победной стелы, повествующей о триумфальной победе Верхнего Египта над Нижним. Постепенно вместо упрощенных и обобщенных изображений стали появляться знаки-символы. Например, изображение двух идущих ног означало «идти». Так появились иероглифы, считавшиеся священными. Иероглифов было много, почти восемьсот. Запоминать их было непросто. Поэтому песцы считались привилегированной частью общества. Песцами были мужчины. Они вели дела при дворе фараона в армии и храмах. Песцы были заняты во всех отраслях хозяйственной и административной жизни Египта. Под их надзором происходило возведение монументов. Ими записывались указы фараона. Истории, ходившие в устном виде среди низших классов египетского общества. Рассказы чужеземцев. Сначала египтяне писали на различных материалах – дереве, камне, глиняных черепках. Позднее – на папирусе. Папирус – это пищематериал. Для изготовления папируса разрезанные стебли растений особым образом собирали, прессовали, сушили и скручивали в свитки. Затем специальной тростниковой палочкой на папирус наносили рисунок. Представление о том, что являла собой древнеегипетская музыкальная культура и как именно выглядели музыкальные инструменты в то незапамятное время складывается благодаря многочисленным барельефам с изображениями музыкантов, сцен музицирования, обнаруженными в древних гробницах фараонов. Орфисты, лютнисты, флейтисты, певцы по представлениям египтян должны были развлекать и увеселять своего господина в потустороннем мире. Удивительно, но несмотря на обилие изображений музыкантов и музыкальных инструментов, до наших дней не дошло ни единой нотной записи древнеегипетской музыки. Это объясняется, по-видимому, тем, что в древности существовал определенный запрет очевидно мистического свойства на какую-либо фиксацию обрядовой музыки. Она была слишком священна, чтобы быть доступной массам, и владели этим удивительным искусством только жрецы. Поставьте на паузу. Подумайте, по каким еще причинам до нас не дошло ни одной нотной записи. В древнем Египте храмовые жрецы не только обязаны были уметь играть на лютне и арфе, обрядовых музыкальных инструментах, участвующих в мистериях, но также и контролировать любое профессиональное музицирование. Человек, принадлежавший к низшим слоям населения, не мог даже помыслить о том, чтобы взять в руки лютню или флейту, не говоря уже об арфе, традиционно считавшийся инструментом храмовых жрецов. Лишь после восстания рабов и крестьян, произошедшего в 1570 году до нашей эры, игра на музыкальных инструментах стала доступна для всех желающих. Египет был страной, в которой появились первые профессиональные музыканты. Самые ранние изображения египетских музыкантов показывают, что исполнители на различных инструментах, а также певцы и танцоры, группировались в разнообразные по составу ансамбли. Ансамблевое музицирование занимало господствующее место на протяжении всей истории Древнего Египта. Отличительной особенностью музыки Древнего Египта считается ее консервативный характер. Египтяне не перенимали иностранные напевы, однако другие народы заимствовали некоторые музыкальные черты у египтян. Египетское искусство не разрешалось никоим образом менять и дополнять. Подведем итог. При знакомстве с темой «Загадки Древнего Египта. Литература и музыка» мы узнали, что такие жанры, как рассказы и сказки, гимны и поучения были популярны в Древнем Египте. Зарождение и развитие древнеегипетской письменности было связано с появлением рисуночного письма, пиктографии, а основным пищем-материалом являлся папирус. Музыка же сопровождала жизнь древних египтян в разных сферах деятельности. Теперь ответим на ключевой вопрос. Мы знаем больше о древних египтянах, чем о других древних цивилизациях, благодаря письменному языку, который они оставили после себя. Для закрепления материала поставьте видео на паузу и выполните задание. Прочитайте гимн Осирису вслух. Постарайтесь сделать это как можно выразительнее. Какое впечатление произвело на вас это произведение? Выполните следующее задание. Придумайте и нарисуйте два-три иероглифа, означающих выбранные вами предметы или явления. Что в процессе работы было для вас особенно трудным?